Здравствуйте, уважаемые читатели сайта DCNT.ru. Сегодня мы находимся на выставке связи с ПАКОМ. И представьтесь, пожалуйста, Пётр. Ронжин Пётр, директор компании Венских строек. Пётр, расскажите, какие решения у вас есть для центров обработки данных и для телекомовской индустрии? Для СОДов я не буду, наверное, долго рассказывать. В основном, покажу отдельно стоящий кондиционер справа. Это вот этот, да? Это межрядный кондиционер, который в последнее время наиболее актуален для СОДов. Как ни странно, в последние два года мы, наверное, только на таких решениях и делаем СОДы. Понятно. Но особенность его в том, что он двойного применения. То есть может использоваться не только как кондиционер межрядный с выдувом в холодный коридор. Вот сейчас он развернут и выдувает в холодный коридор, да? Да, совершенно верно. Вот второй вариант использования этого кондиционера. Его можно стыковать со шкафом и делать циркуляцию воздуха внутри шкафа, то есть замыкая все воздушные потоки внутри, не делая уже коридоров. Понятно. А сколько у него высота приблизительно вот этого, стоечки вот этой? Приблизительно, знаете, точно два метра. А, два метра, да? То есть он, в принципе, по своим габаритам стыкуется со всеми основными стойками всех производителей. То есть можно, например, взять российского производителя, какое-нибудь недорогое решение и, соответственно, его подключить? Да, соответственно. А скажите, какие используются хладагенды и теплоносители? То есть что он использует в качестве охлаждения? Вариантов два. Источника охлаждения? В качестве источника охлаждения могут использоваться чиллеры с холодным носителем. Это может быть вода, может быть раствор изиленгликоли, пропилеты. Сколько тогда холода производительность вот одной стоечки такой получается? До 25 киловатт. На воде, да? На воде, да. Есть эти кондиционеры еще более широкие. Вот эта ширина этого кондиционера 300 миллиметров. А, это половина плитки? Да, половина плитки или стойки. Есть на 600, и тогда уже, в принципе, и в два раза больше холода производительность. То есть до 50 киловатт, да, максимально можно подавать? Где-то так. Просто все еще зависит от температурного диапазона. И второе решение – это кондиционеры, которые работают на Прионе R4010. Там уже используются инверторные компрессоры, которые позволяют регулировать холоды производительность, что, в общем-то, актуально для данного типа оборудования и для использования. Но инверторные двигатели, они же дороже, да, получается, решение? Дороже, но в ЦОДе другие нельзя применять, потому что, так сказать, это будет приносить определенные проблемы, такие как перетекание горячего воздуха из горячего коридора через кондиционер в холодный коридор, если будет выключен компрессор. Поэтому должна холодопроизводительность поддерживаться именно так, которая нужна в этот момент. А компрессор по каким причинам отключается? Достижение температуры обычной. Высокое, например, по высокому температуре и высокому давлению он может отключиться? Это аварийное отключение компрессора. Да, но может, но может, в принципе. Нет, может, может, да. То есть, например, если в горячем коридоре, вот сколько вот здесь вот уставка, например, не в курсе? Здесь уставка меняется, и вот данная техника, это кондиционеры фирмы RSC Group, и конкретно модели Fullside EVO, то есть это развитие этой техники. Здесь контролируется температура как в горячем коридоре, так и в холодном коридоре. И сравниваются эти два параметра. И, в принципе, можно создавать эти параметры. А, то есть можно регулировать? Да. А вот такой вот, насколько сильный диапазон регулирования? Ситуация следующая. То есть сейчас, когда по 942, например, стандарту, да, операция, если температура в холодном коридоре 20-25, по последним, так сказать, рекомендациям, можно повысить до 27, то температура в горячем коридоре, соответственно, будет примерно на 12 градусов выше. То есть это до 40 будет? Да, это где-то будет так. То есть, если говорить по горячему коридору, это температура от 30 до 45, если по холодному, ну, это вот 20-30. 27, то есть. А вентиляторы можно у него менять при рабочем режиме, то есть когда работает? Да. Тут, если посмотреть, несколько вентиляторов, то есть они... Пять, да, по-моему? Да, пять вентиляторов. В принципе, каждый из них можно, так сказать, в горячем режиме поменять. Не знаете, какой фирмы вентиляторы используют? ИПМ, ПАПС. А, понятно. Ну, то есть высококачественное оборудование. Да, да. Ну, для дата-центра другое использовать и вообще нельзя. Ну, это инверторные, да, двигатели? Или все двигатели есть? Это электронно-коммутируемые вентиляторы, то есть они с изменяемой скоростью вращения, что тоже, в общем-то, в последнее время уделяется большое внимание не только надежности оборудования для отсодов, но и его энергоэффективности. Понятно. И используются их для этих решений. Понятно, спасибо. Очень интересное решение для отсодов. А вот, ну, какие-то примеры можете привести компании, которые использовали вот эти решения? Или это секрет, как всегда? Как всегда у нас все, что связано с отсодами, это секрет, но... Ну, если можно кого-то назвать. Наверное, все-таки нас вот упростят наши партнеры, да, заказчики. Вот сейчас рассматривается большой проект использования вот этих вот кондиционеров на второй очереди дата-центра «Караван Телехаус», который... Понятно. Ну, очень известная, серьезная очень компания, она всегда серьезно подходит к выбору оборудования, насколько я знаю. Да, очень серьезная. И большое внимание надежности, да? Да. А вот, кстати, как надежность? Вот есть какой-то параметр надежности? То есть вот сколько у них наработка, например, на отказ неизвестна вот у этого оборудования? Фирма «Эрси Групп» анонсировала по предыдущему поколению наработка на отказ два года. Два года, да? Да. Понятно. А чтобы дублировать вот эту систему, как надо строить? Вот, например, если мы выдуваем в коридор холодный, да, допустим, вообще вот наряд, вот сколько получается таких вот нужно кондиционеров? Вот как вы, например, рассчитываете мощность? Ну, тут все, опять же, зависит, надо прежде всего... Ну, допустим, 10 шкафов слева, 10 шкафов справа. Нет, вот эти 10 шкафов слева-справа ничего не означают. Все-таки надо знать тир, на который надо ориентироваться. Ну, пусть и N плюс 1, мы тир как бы не ориентируемся, заказчик N плюс 1. В данном случае, на самом деле, просто опять же, все зависит от удельной мощности тепловыделения на стойке. То есть можно, если этот кондиционер порядка, там, 22 киловатт. Это по фреону будет или все-таки без разницы, да? Это неважно, да. И мы знаем, сколько там выдают эти стойки. Ну, пусть 200 киловатт, а не тепла выдают. Вот, в принципе, ситуация следующая. В ряду. Что получается, что нам надо расставить так кондиционеры между стойками, чтобы был определенный запас. То есть, чтобы каждый кондиционер, тем более, если он инверторный, да, не работает на холодный носитель, чтобы он работал, там, ну, процентов, там, на 70, да? Понятно. Ну, на 3, там, четверти, получается... Более энергоэффективно, да? Меньше, чем его максимальные коды производитель. Как раз нам даст вот то самое N плюс 1, в случае чего, если какой-то кондиционер потребуется вывести на техобслуживание, или он там встанет по какой-либо аварии. Ну, то есть, смотрите, если 200 киловатт нужно было в ряду, то надо взять на 250 киловатт. Так получается, 0,7 там кондиционера? Ну, в принципе, считается немножко... Даже больше, да. По-другому. Если под 942-му стандарту проходить, то на каждые, там, 3-4 единицы потребные, да, при резервировании N плюс 1 требуется кондиционер. Если мы берем 10, всего 10, стоим 20, 200 киловатт, то нам, соответственно, требуется 20 кондиционеров. Делим на 4, то есть еще... Правильно, ничего я не знаю. Да, что-то многовато 20 кондиционеров. Если по 20 киловатт, это 400. Это 2 N уже у нас получится. Да, да. 200. На 20 10 кондиционеров, да? Да. Вот. Соответственно, вот 2 еще кондиционера нам надо... Ну, я вам говорю, вот получается где-то... Да, вот получается те самые 250. 250 волшебный киловатт, где-то... 250 это 0,8 коэффициент даже. Ну, да. Ну, чуть-чуть бы больше взяли, короче, посоветовали, чтобы... Ну, там... Меньше энергии потреблялось. По стандарту 3-4, да, там, вот. То есть, вот это уже... Понятно. Спасибо, Петр, большое. Или вы хотели добавить что-то вот по содам еще? Да, по содам добавлять можно очень долго. Ну, читатели с удовольствием послушают. Вы один из лучших специалистов России. Нам всегда интересно, так сказать. Я думаю, мы будем дозировать информацию маленькими дозами и ее выдавать. Понятно. Ну, постоянно. Спасибо большое. Кстати, читатели сайта DCNT ждут ваших статей. Одна из статей ваших опубликована, так что смотрите. Ну, мы сейчас к телеком перейдем, следующий уже. Спасибо. 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 Спасибо.